Прикоснись к истории вместе с Казанским университетом. Это редчайшая возможность ощутить то, что прошлое никуда не исчезает. Тот, кто знает свое прошлое, уверен в своем настоящем и уверен в своем будущем. Псих или не псих, вот в чем вопрос. Какой на вкус этот арбуз? Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Карина Саяхова. В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовал 12-й международный фестиваль школьных учителей. Ежегодно праздник педагогического мастерства собрал порядка 2500 педагогов со всей России, 740 из которых принимают участие в мероприятии очно. Тема фестиваля в этом году имеет гражданско-патриотическую направленность «Отечество.Про». Ключевая концепция мероприятия – говорить о патриотизме и воспитании смело. Воспитание гражданина, человека, патриота, лидера, человека, который любит свою страну и готов служить ей, из школы никогда не уходило. Просто сегодня мы ставим новые аспекты, новые акценты. И поэтому выбор модераторов сегодня с позиции провести, может быть, даже такую большую политинформацию для учителей. Фестиваль школьных учителей продлится три дня. О том, как он проходит, вы сможете увидеть в одном из наших следующих выпусков. Подвиг Михаила Дзевятаева был официально признан лишь 65 лет назад. Сейчас целая команда студентов во главе с сыном легендарного летчика восстанавливает хронологию событий тех лет. Промежуточные результаты исследования стали частью выставки «Как становятся героями». Где и когда можно будет прикоснуться к истории, смотрите в следующем сюжете. В астрономической обсерватории имени Ингельгарда и планетарии Института физики Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Как становятся героями». Организатором мероприятия выступил Институт физики Казанского федерального университета при поддержке фонда имени Дзевятаева и общества с ограниченной ответственностью «Векторче». Событие приурочено к 65-летию со дня присвоения звания Героя Советского Союза Михаилу Петровичу Дзевятаеву. Легендарный летчик-истребитель стал первым и единственным советским солдатом, сбежавшим из немецкого концлагеря на вражеском самолете. Поскольку на борту находилось немецкое оборудование, это событие разрушило планы Гитлера по разработке секретного оружия. Я думаю, что для каждого человека личная встреча с сыном Михаила Петровича Александром Михайловичем Дзевятаевым – это незабываемое событие. Это возможность самому приобщиться к историю, услышать семейные предания, легенды, узнать, каким был в жизни Михаил Петрович. Это редчайшая возможность ощутить то, что прошлое никуда не исчезает. Тот, кто знает свое прошлое, уверен своим настоящим и уверен своим будущим. Смелость, отвага и выдержка – эти качества необходимы каждому герою. На подготовку к легендарному побегу было катастрофически мало времени. Любая оплошность грозила узникам смертной казнью. Но как решиться на борьбу, если риск настолько велик? Прикоснуться к истории можно будет в прямом смысле этого слова. Часть экспонатов – личные вещи Дзевятаева, которые его семья предоставила специально для выставки. К примеру, посетители смогут увидеть кожаную куртку летчика. На этих стендах работа, которая ведется в рамках фонда памяти по программе президентского гранта. Она еще продолжается. Находим новые вещи, рассказываем об этом. И надеюсь, что всем будет интересно сегодня. С 16 августа выставку можно будет посетить в музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В филиале Национального музея Республики Татарстан. Там она будет работать до конца года. Многие факты о жизни Дзевятаева все еще остаются под грифом «Секретно». Но его сын Александр Михайлович уверен – посетители выставки смогут узнать много нового. И понять лично для себя, как же все-таки становятся героями. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете расширят функционал сервиса для людей с аллергией на пыльцу растений под названием «Поленлаб». Ожидается создание аналога итальянской пыльцевой ловушки «Ланзони», но с некоторыми модификациями. Подробности узнавал наш корреспондент Диана Желенкова. Устройство, позволяющее в прямом смысле поймать пыльцу, поможет тщательно изучать ее в дальнейшем. Пыльцевые ловушки могут применяться в сельском хозяйстве или при анализе так называемого пыльцевого дождя. Например, можно узнать, какие виды пыльцы находятся в атмосфере и, как следствие, каковы риски возникновения аллергических заболеваний. Об этом рассказывает автор проекта Булат Вагапов. То есть это аппарат, который всасывает в себя воздух, и все, что находится в составе атмосферы, агрегируется на ленту, которая там тоже внутри находится. Эта лента в дальнейшем используется для приготовления препаратов, которые анализируются, и мы можем уже сказать, что там находится, какие типы пыльцы. Как отмечает Булат Вагапов, на сегодняшний день итальянская пыльцевая ловушка Ланзони труднодоступна для российских регионов. Также она отличается высокой стоимостью. Тем временем в Казанском федеральном университете создают аналог из более доступных материалов. Вот основные наши плюсы. Это ремонтопригодность, дешевизна и малые размеры. В идеале устройство будет выглядеть по размерам сопоставимо с яндекс-станцией. То есть достаточно небольшое устройство, наверное, сантиметров 90 в высоту и около 30-40 сантиметров в диаметре. На данный момент пыльцевая ловушка находится на стадии разработки. В качестве рабочей модели устройство планируют распечатать на 3D-принтере. В дальнейшем прототип разработки будет представлен на одном из научных мероприятий, который состоится в Москве в этом году. Диана Желенкова, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюс. Накануне поисковый отряд «Снежный десант КФУ» вернулся в Казань из Волгоградской области, где на территории Городищенского района в рамках Всероссийской вахты памяти проходила поисковая экспедиция по установлению мест гибели и захоронению останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Экспедиция проходила в высеченном формате с 6 по 13 августа. В результате экспедиции удалось поднять останки четырех бойцов. Но главной находкой была красноармейская книжка одного из бойцов. В ближайшее время запланировано проведение экспертизы, которая позволит установить имя бойца. Следующая экспедиция «Снежного десанта КФУ» запланирована на конец сентября, в Любань, Ленинградской области, на места боев 54-й армии. Что означает понятие «психические расстройства» и можно ли вылечиться самостоятельно? Постарался разобраться Амир Ахтемов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, почти каждый четвертый житель во всем мире страдает от различных психических расстройств. Небольшие отклонения и кратковременные нарушения встречаются часто. Но если человек испытывает страдания, может причинить вред себе и окружающим, не способен адекватно мыслить и справляться с повседневными задачами, тогда уже можно говорить о серьезных отклонениях психики. Но возникает другой вопрос. Что же такое психические расстройства? Психическое расстройство – это заболевание, которое вызывает нарушения в мышлении, в поведении, в эмоциональном состоянии человека. У больных появляются аномальные мысли и восприятие действительности, нестабильное эмоциональное состояние и поведенческие реакции. Психические расстройства по принципу происхождения делятся на экзогенные, то есть причинные факторы которых извне, то есть вызванные алкоголем или какими-то ядами, токсическими веществами, черепно-мозговые травмы. И эндогенные виды психических расстройств, то есть причинные факторы которых внутренние, то есть врожденные. Это могут быть какие-то хромосомные заболевания. Одним из серьезных психических заболеваний является биполярное аффективное расстройство. Оно относится к эндогенному психическому расстройству. Можно ли вылечиться от него и насколько легко его можно распознать? Специалист не всегда сразу распознает наличие биполярного аффективного расстройства и вначале может ошибочно поставить диагноз депрессивное расстройство. Биполярное аффективное расстройство личности – это хроническое заболевание. И, как и любое хроническое заболевание, навсегда излечиться от него нельзя, но можно свести симптомы к минимуму. По данным ученых, примерно 2,5% людей в мире страдают этим расстройством. Если вы заподозрили у себя биполярное расстройство, не нужно паниковать. Диагностировать заболевание может только доктор. Поэтому нужно записаться на прием к психотерапевту. В случае подтверждения диагноза врач составит необходимое медикаментозное лечение и даст рекомендации по дальнейшей корректировке образа жизни. Амир Ахтямов, Универньюз. Арбуз – любимое летнее лакомство взрослых и детей. Сезон арбузов не долг, но ярок. Каждый август россияне стремятся наесться этой ягодой на год вперед. Однако даже после такого привычного и, казалось бы, безобидного лакомства есть вероятность нежелательного отравления. Как арбузы могут быть опасны для здоровья, смотрите далее. В конце лета на прилавках магазинов и рынков появляются первые арбузы. Несмотря на то, что сезоном этой ягоды является осень, люди активно ее покупают и в результате сталкиваются с такой проблемой, как отравление. Спелый и сочный арбуз, который дозрел в естественных условиях без помощи нитратов, приносит пользу организму человека. С его помощью очищаются почки и выводятся скопившиеся вредные вещества. Но когда недобросовестные фермеры применяют химию в процессе выращивания, такая ягода становится потенциально опасной для человеческого здоровья. Именно поэтому при выявлении первых признаков отравления арбузом люди должны обратиться за медицинской помощью. При отравлении арбузом признаки развиваются через 2-6 часов после употребления его в пищу. К ним относятся тошнота, реже рвота, жидкий неоформленный стул, боли в животе, спазмы, слабость, головокружение, головные боли, повышение температуры. Первая медицинская помощь при отравлении. Принимают меры по удалению яда из организма и нейтрализации его в кишечнике. Для этого необходимо пить как можно больше жидкости и принимать энтеросорбенты. Это лекарственные препараты, нейтрализующие яды в просвете кишечника. Это могут быть такие препараты, как активированный уголь, полисорб, энтеросгель, смекта. Часто причиной отравления становятся ранние арбузы. Их опасность состоит в том, что для того, чтобы ускорить созревание, ягоды растят под пленкой. Так достигается нужная температура, и арбуз становится спелым уже через 2 месяца после посадки. Однако за такое короткое время ягоды не успевают избавиться от накопленных нитратов, которые присутствуют в удобрениях. Поэтому высокая концентрация солей может быть признаком отравления. Также интоксикация может наступить от арбуза, который в результате нарушения целостности и длительного неправильного хранения накопил вредные микроорганизмы. Мякоть арбуза содержит большое количество питательных веществ, в том числе легкоусвояемые сахара, которые являются прекрасной средой для бактерий, вызывающих брожение. Для того, чтобы обезопасить себя от нежелательного отравления, необходимо правильно выбрать безопасный арбуз. Признаки спелого арбуза – это когда он созревает в августе, среднего размера, оптимальный вес 5-7 килограмм, с сухим хвостиком, контрастного цвета, с твердой кожурой. Если поврежденная кожура, необходимо отказаться от покупки. Ни в коем случае нельзя приобретать арбузы у дороги на оживленных трассах. По словам эксперта, чтобы свести риски отравления арбузом к минимуму, желательно приобретать его в местах, сертифицированных эпидемиологическими структурами. По возвращении домой ягоду необходимо помыть горячей водой с использованием моющих средств, а затем тщательно сполоснуть проточной водой и в дальнейшем хранить разделы на арбуз в холодильнике не более суток. Карина Саяхова, Универньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok